Итак, добрый день гостям подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе интересные вещи для рыбалки. На сегодня я покажу запрещенную снасть, которую придумали еще в СССР. Снасть называется метла, ведьмы, якорь, краб, как только багрилка, как только ее не называют. Но дело, смысл в том, что снасть это запрещенная. Запрещенная браконьерская снасть, она запрещенная, но можно купить ее практически везде в рыболовных магазинах. Такие снасти зачастую продаются. Стоят они недорого, 40-50 рублей и даже сейчас, вот я вот сейчас недавно взял, можно взять вот такую снасть метлу. Давайте рассмотрим ее поближе. Что из себя представляет снасть метла? Она представляет, тут очень много крючков, 3, 5, 8 крючков, спаянных воедино. Здесь вот свинцовый утяжелительный груз такой посередине. Далее вес. Вес ее 3,3 грамма, но они продаются разные. И поменьше, и побольше есть. Но сто процентов, что это браконьерская снасть. Даже без разговоров. Посмотрите, берется леска потолще, например. Также ее ловит даже и сорожка. Я снимал видео в СССР. Что делают? Делают. Я показывал тоже. Ее в СССР называли также ведьма. Я показывал, прицеплялась бусинка немножко повыше. Сорожка ее пыталась съесть, взять. Происходила поклевка. Кивок слегка поклевал. И снизу находилась вот такая вот метла. Также можно было ловить один из способов. Но зачастую ее применяют совсем по-другому. То есть мы берем леску потолще. Берем вот эту метлу. Она разных размеров. Вот я закрепил застежкой на леску. И на зимней и на летней рыбалке, через лодки или через лунку мы бурим лунку. Опускаем в зимовальную яму. И просто где скопление рыбы проверяют. И просто мы начинаем багрение. Резко вниз-вверх начинаем ходить. Рыба багрится вот этим браконьерским способом. То есть особенно где зимовальные ямы. Можно даже ну абсолютно надеясь на 15 самов. Так и налимах. И все что угодно из этих ям достают. И щука багрит абсолютно всю рыбу подряд. Вот такая вот снасть метла. Много названий у нее. Везде называется по-разному. Но 100% это полностью браконьерская снасть, которая придумана еще в СССР. Еще раз повторюсь, я против всех браконьерских снастей. Просто снимаю видео для ознакомления. Но многие про эту снасть знают и в СССР, потому что ее придумали. Чисто на 100% браконьерская снасть. Я такими варварскими методами рыбы никогда не ловил. И ловить никогда не буду. Итак, на сегодня все. Всем, кого понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и моя группа Рыбалка Вольнарей ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok